Поддержка соцпредприятиям Хабаровского края оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом страны Владимиром Путиным уже несколько лет. В этом году в Хабаровском крае определён 31 победитель конкурса грантов на развитие социального бизнеса, в их числе Анастасия Соя, автор социального проекта детского центра «Сухими бассейнами». За год бизнесвумен, сохранив социальный характер деятельности, нарастила поток посетителей и доходы. В планах на 2024 год – открытие новой площадки и масштабирование бизнеса. Полученный грант в 500 тысяч рублей пойдёт на развитие проекта. В Хабаровском крае всё больше предпринимателей приобщаются к социальному предпринимательству. Сейчас в реестре социальных предприятий края зарегистрировано 124 социальных предпринимателя. Это почти втрое больше, чем в стартовом 2020 году. Расширяется спектр деятельности, дополнительное образование, присмотр и уход за детьми, физкультурно-оздоровительная деятельность, трудоустройство социально уязвимых категорий граждан. Говоря о социальной значимости предпринимательства, президент России Владимир Путин подчеркивал, ответственный бизнес не отделяет себя от населённого пункта, региона, своего присутствия, активно участвует в их развитии и вместе с государством вкладывается в школы, университеты, системы образования, здравоохранения, во все сферы, которые очень важны, чувствительны для граждан, поддерживает социальные программы. Напомнил начальник управления развития предпринимательства и инновационной деятельности Минэкономразвития края Александр Климкин. Гранты популярны в крае инструмент поддержки социального бизнеса. В 2021 году участие в первом конкурсе приняли 22 социальных предпринимателя, в 2023 году – 31. За 2021-2023 годы почти 80% соцпредприятий стали получателями грантовой поддержки. Общая сумма предоставленных средств составила почти 47 миллионов рублей. Анастасия Сой работает в сфере организации детского досуга с 2018 года. Среди её проектов – детский центр с популярными сухими бассейнами, где можно семьёй отметить любой праздник. Весело провести время здесь могут и дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты. Для них праздники готовятся особенно тщательно и абсолютно бесплатно. Социальное предпринимательство – это не хобби и не только проблаготворительность. Это бизнес, который, как и любой другой, требует внимания, предприимчивости ресурсов, умения ловить и воплощать свежие идеи, готовность постоянно учиться. Да, на социальных предпринимателях лежит двойная ответственность, потому что наш бизнес, как никто другой, ориентирован на людей из числа наиболее социально уязвимых – дети, пенсионеры, инвалиды. Однако это бизнес, и он про деньги. Но в первую очередь, бизнес для людей, подчеркивает предприниматель. Идея активного семейного отдыха в стенах детского центра оказалась плодотворной. Её хорошо приняли хоборовчане, что отразилось на бизнес-показателях. За год доход вырос в полтора раза, поток посетителей – до 180 человек в день. В ближайших планах предпринимательницы – обновление ассортимента услуг и расширение бизнеса. На перспективу есть задумка упаковать бизнес-проект по открытию сухих бассейнов во франшизу и запустить в 2024 году. Социальное предпринимательство относится к приоритетным видам деятельности в Хабаровском крае. В этом году социальным предпринимателям облегчили доступ к финансовой поддержке. Теперь они имеют возможность получать на конкурсной основе гранты каждые три года. Изменения были внесены в федеральное законодательство. В октябре 2023 года губернатор края Михаил Дегтярёв утвердил соответствующее постановление правительства края.